На первом канале Евразия главные новости в студии Вероника Вишневская. Здравствуйте. Полиция ищет авторов рассылки, из-за которой сегодня чуть не сорвался учебный процесс в столичных школах. С самого раннего утра в родительских чатах случился настоящий переполох. Поводом стало сообщение о якобы планирующихся терактах в школах Астаны, которые распространил анонимный телеграм-канал. Автор рассылки угрожал массовым расстрелом. Даже показал фото оружия. Все подробности у Алишера Нурмагамбета. Сегодня утром в одном из анонимных телеграм-каналов появилось сообщение с угрозами устроить массовый расстрел детей и взрослых в 38 школах столицы и двух торговых центрах. Неизвестный для большего эффекта приложил и фото с оружием. Информация быстро распространилась в родительских чатах. Однако сотрудники правоохранительных органов с уверенностью заявили, что это фейк. Публикация распространенной в мессенджерах телеграм о угрызе терроризма в школах города не соответствует действительности. Организации образования проверены соответствующими службами. Просим жителей сохранять спокойствие и придерживаться исключительно официальной информации. В управлении образования города Астаны тоже отметили, что повода для паники нет. Кроме этого, мы также усилили меры безопасности во всех общеобразовательных учреждениях столицы. Не только государственных, но и частных объектов образования. Действительно, в школах столицы ситуация спокойная. Мы побывали в нескольких учебных заведениях. По информации Министерства просвещения, обучение проходило в штатном режиме. Но некоторые родители все равно побоялись отправлять своих детей в школы. Во второй смене посещаемость составила 85%. Я услышала это после того, как уже повела в 10 утра. И, ну, как говорится, эти 3,5 часа я сидела. Выживали, да? Конечно. А писали, может быть, или звонили учителю, или другим родителям? Ну, мы в чате с родителями пообщались. Учитель сказал, что это фейк. Ну, я уже сидела. Мы тут рядом живем. И сидела, волновалась, думала идти, не идти. Но до конца дотерпела. Вроде все нормально, забрали. Учителя разъяснили обстановку родителям, заверив, что школьники находятся в безопасности. Нет, не верю. Потому что, ну, это, знаете, сейчас весна. Думаю, знаете, неадекватных людей очень много. Кто-то, видимо, хотел подсудить, наверное, над нами или что. Похожую рассылку с угрозами ранее получали и в других регионах страны. Павлодаре, Атырау. А в Актобе из-за угрозы терактов в школы не пришли почти 50 тысяч детей. Полиция тогда установила злоумышленника. Им оказался 18-летний житель другой страны. Сегодня фейковые угрозы зарегистрировали и в Атырауской области. Массовым убийством школьников своих подписчиков пугал, как уже выяснилось, ученик 9 класса. Он якобы планировал теракт 21 апреля. По этому факту уже возбудили уголовное дело. Поиском автора рассылки в Астане занимается полиция. Добавим, что за распространение заведомо ложных сообщений предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до 5 лет. Алишер Нурбагамбет, Иманбек Нургали, Первый канал Евразия. Продолжим выпуск. Личной охраной обеспечили судью Айжан Кульбаеву, которая ведет громкое дело Куанды Кабишумбаева. Об этом сообщили в Верховном суде. Все потому, что на телефон служителя Фемиды с неизвестного номера поступают звонки и сообщения с угрозами. Пытаются на волне широкого общественного резонанса подорвать ее авторитеты в интернете. Выявлены многочисленные негативные публикации в отношении судей, в которых рассматриваются признаки уголовно наказуемого деяния. Закон запрещает кому-либо влиять на процесс отправления правосудия, в том числе путем публикации материалов клеветнического характера или угроз в отношении судей. Уголовные дела в полиции уже завели. К событиям в мире землетрясение произошло в Турции. Обрушились несколько домов и зданий. Информации о жертвах пока не поступало. По данным сотрудников ЧАЭС, подземные толчки магнитудой 5,6 ощутили жители провинции Токат. Эпицентр находился в уезде Сул-Сарай на глубине 6 километров. Власти приступили к обследованию района ЧП. Что еще обсуждают сегодня в мире, расскажем в нашем традиционном международном обзоре. Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана. Аэропорты на западе страны приостановили работу. Три взрыва прогремели рядом с военной базой, где размещены истребители. По данным иранской армии, никто не пострадал. Власти активировали систему противовоздушной обороны. Уникальный подводный железнодорожный тоннель строят в Китае. Он соединит два города – Гуанчжоу и Чанзянь. Теперь дорога между ними сократится на час. По данным железнодорожников, поезда будут двигаться со скоростью 350 км в час. Протяженность тоннеля больше 400 км. И он на сегодня считается самым длинным в Китае. Колдунов и гадалок Таджикистана привлекут к принудительному труду на полгода. В законодательство страны внесены изменения об усилении уголовной и административной ответственности для мошенников, зарабатывающих на жизнь колдовством, гаданием, продажей талисманов и амулетов. С этой целью в стране создан даже единый реестр. К событиям в нашей стране. Синоптики КАЗ Гидромета прогнозируют этим летом высокую пожарную опасность на большей части Казахстана. В мае ожидается повышение температуры. На севере-востоке воздух может прогреться до 35 градусов, а на юге и вовсе до 40. В то же время осадков будет меньше. В мае и июне среднемесячная температура воздуха прогнозируется на 1-2 градуса выше нормы на большей части территории республики. А в июле и августе температура прогнозируется около нормы. Количество осадков в мае и в летний период на большей части территории республики прогнозируется около и меньше нормы. Тем временем в Минэкологии сообщили о неполной готовности резервата семьи Романе, а также Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областей к возможным пожарам. К таким выводам ведомство пришло после проведенной проверки. Выявлены такие нарушения, как аварийное состояние зданий лесных пожарных станций, либо вовсе их отсутствие. Нехватка пожарных вышек и спецодежды, износ спецтехники, отсутствие рации и резерва ГСМ. Вице-премьер Канат Базумбаев поручил Акиматам регионов в недельный срок разработать и утвердить планы мероприятий по снижению рисков возникновения природных пожаров. А спасателям необходимо внести предложение по увеличению объема предоставляемых вертолетных услуг для аэровизуального мониторинга и тушения пожаров. Экологам поручено активизировать работу по установке систем раннего обнаружения пожаров на территории лесного фонда. Тем временем страна продолжает бороться с паводками. В одних регионах ситуация постепенно улучшается, в других готовятся ко второй волне наводнения. Все силы брошены на укрепление берегов рек, расположенных рядом с населенными пунктами. Илья Срамазанов собрал всю сводку по стране. Часами от имени президента страны наградили военнослужащих, которые круглыми сутками борются с паводком в Североказахстанской области. Когда я давал присягу, я клялся, что буду верен своей родине до последнего вздоха. Поэтому ради своей страны и своего народа я готов выполнять воинский долг в любое время. В село Прибрежное Козлужарского района военные инженеры из Кунаева доставляют гуманитарную помощь паромной переправы. Отмечу, населенный пункт оказался отрезанным от дороги. Туда было доставлено более 25 тонн корма. Для животных 4 тонны предметов первой необходимости. На том берегу работает у нас понтонно-мостовый парк. Это одно звено. На нем устанавливается насосная станция для обеспечения воды в город Петропавловск. К слову, паромная переправа появилась и в Акмолинской области, где размыло мост на трассе Ки-Матер-Сакан. Из-за разрушения путепровода два населенных пункта остались без связи с центром. Сегодня отряд чесников из столицы привез жителям Петропавловска в воду. Тем, в чьих домах отключили ее подачу. Там же, на севере, продолжается эвакуация людей. Впрочем, как и по всей стране. Всего с начала паводка спасено и эвакуировано 118 180 человек. Из них 344 человека с ограниченными возможностями. 44 254 ребенка. Безопасное место отогнано 113 852 сельскохозяйственных животных. Еще в МЧС сегодня отчитались. С начала паводка в регионах было уложено почти 3,5 миллиона мешков для постройки дамп и укрепления берегов. Для наглядности, баррикада в Теректинском районе, спасающая от воды из Жаика, протянулась почти на 15 километров. Здесь работу завершили, сообщили в Акимате Западно-Казахстанской области. В городе Уральске противопаводковые мероприятия не прекращаются. Люди работают сутками. Сюда же сегодня прибыло 20 тонн гуманитарной помощи из Кыргызстана. Тем временем в Актюбинской области депутаты областного масляхата побывали в эвакопункте. Напомню, в регионе был создан общественный штаб, к членам которого жители массово обращаются за помощью. Общественный штаб работает без выходных. 24 на 7. Проблема, которая сейчас сложилась в области, наша общая. Поэтому члены нашего сообщества всегда готовы протянуть руку помощи любому, кто обратится к нам. К числу получивших компенсацию прибавили жителям Угалжарского района Актюбинской области. Сейчас, по данным Акимата, 70 семей получили соцвыплаты на сумму почти в 26 миллионов тенге. Ильяс Рамазанов, Астана, Первый канал, Евразия. Педагоги-студенты Петропавловска на время стали волонтерами. Во время режима ЧАЭС преподаватели местного вуза готовят горячие обеды и кормят военнослужащих, спасателей и полицейских, задействованных в борьбе с паводками. А студенты помогают разгружать фуры с гуманитарной помощью. Давайте ускоримся. Сейчас надо будет отвезти спасателей в наш обед. Педагоги и другие сотрудники местного вуза ежедневно собираются в столовой. Здесь готовят еду, а затем развозят ее солдатам, полицейским, военнослужащим. Сегодня коллектив университета будет кормить спасателей. Стать волонтерами они решили на время режима ЧАЭС. К слову, их деятельность никак не отражается на учебном процессе. У кого нет занятий, мы работаем здесь на кухне. У кого есть занятия, идут на свои пары. То есть мы меняемся в течение дня. Сейчас такое время, надо подключиться всем, кто хочет действительно помочь. С помощью нашего единства мы усилим данную трудность. Горячий плов, салаты, баурсаки, пироги, компот, сладости. Упаковав еду в сопровождении сотрудников ДЧС, педагоги отправляются в зоны подтопления, где сейчас дежурят спасатели. Отмечу, на подмогу североказахстанцам прибыли дополнительные группировки из разных уголков страны. Сейчас трудится более 4,5 тысяч личного состава, сил, всех сил и средств, которые есть у нас. Наши коллеги с области Лутау, из других областей Казахстана прибыли сюда для помощи. Тем временем студенты ВУЗа помогают другим волонтерам разгружать фуры с гуманитарной помощью, которая ежедневно прибывает в регион не только из городов Казахстана, но и из других стран. Зайра Джакупова, Сергей Шут, Петропавловск, Первый канал Евразии. Сегодня глава государства подписал закон о запрете продажи вейпов, некурительных табачных изделий, ароматизаторов и жидкостей для них. Согласно документу, их также нельзя будет рекламировать. Закон по вопросам здравоохранения вступит в силу через 60 дней. Помимо этого, документ включает в себя меры поддержки медицинских работников. В шокирующей истории разбираются полицейские Алматинской области. Мужчина заявил, что его дочерей развращает новый избранник его бывшей жены. Детали у моей коллеги ведущей обзора тревожных новостей Марии Парфеновой. Здравствуйте. Несколько дней назад одна из девочек отправила отцу сообщение на телефон с просьбой забрать их из дома. Я обидел, говорит. Я сразу понял. Я сейчас приеду. Совершенно, говорит. Он, ну, типа, вот так обнимал меня, вот так, ну, и за грудь вот так трогал, и губы целовал, говорит. В основном шло дело с младшим. На следствии, когда были, тоже сидели в кабинете свидетеля. Зашли как-то два незнакомых человека, и мать моих детей вот этот, там, хай-вайт начала подняла, там, дети мои испугались. Девочкам 12 и 14 лет. По словам мужчины, у их отчима уже были проблемы с законом. Это подтверждает и адвокат, которая взялась отстаивать интересы детей. В 20-м году, 15 января, Коса, специализированный международный суд по голым делам, его оправдал по этой же статье по 120-й, по 121-й. И его было дело такое, что он там тоже сожительствовал, даже не знаю сожительства, может быть, даже в браке был с женщиной, которая имела дочь от первого брака, и вот он эту девочку насиловал. Через суд это дело не прошло, именно по этим частям. По 120-й, по 121-й его оправдали, но осудили его за сутенерство. В полиции уже начали расследование по статье «Насильственные действия сексуального характера». Задержан мужчина или нет, не сообщают. В Павлодаре получила неожиданное продолжение история зверского избиения подростка. Мальчика, за которого душой болела вся страна, могут определить в детский дом. Напомню, летом прошлого года группа подростков на стадионе вуза несколько часов измывалась над своим знакомым. Раздели догола, нанесли множество травм. У пострадавшего диагностировали перелом лобной кости, еще позднее отслоение сетчатки. Дело на свой контроль взял комитет по охране прав детей. Горожане запустили петицию с требованием строго наказать всех участников экзекуции. В итоге, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, суд приговорил двух подростков к шести годам в колонии для несовершеннолетних. А сейчас отдел образования готовит документы в суд, чтобы ограничить мать избитого мальчика в родительских правах. Мама продолжает систематически употреблять алкогольные напитки. Ребенка мы дважды уже не мы, а полиция дважды задерживала в ночное время суток без сопровождения взрослых. Ребенок практически не посещает занятия. Мальчик пропустил около двухсот часов занятий. Местный депутат Гульжайна Даримова собрала ребенка в школу, подарила телефон и даже водила по врачам в период реабилитации. Кроме того, месяц назад семья получила квартиру по многодетности. Весь Казахстан переживал за него, помогали. Люди присылали одежду новую с Алматы, с Караганды, квартиру им дали. Ну все сделали для того, чтобы он жил хорошо. Ну в итоге он всех разочаровал. У матери ребенка полгода, чтобы бросить пить и найти работу. В противном случае ее лишат родительских прав. Мальчика могут определить в центр поддержки детей или детский дом. Квартиру у семьи не заберут. Религиозных радикалов накрыли силовики сразу в нескольких регионах страны. Четырых казахстанцев подозревают в организации и участии в экстремистской организации, запрещенной в нашем государстве. Спецоперации прошли в Алматы, Алматинской и Жамбулской областях. Некоторых взяли прямо от дома, где при обыске нашли богатый ассортимент религиозной литературы и другие вещественные доказательства. Двое из задержанных ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Подобное в нашей стране карается реальным сроком в колонии. Тряхнуть стариной решила жительница семей и открыла притон. Бордель с проститутками работал под вывеской сауны. В свои 62 года пожилая сутенерша вместо того, чтобы наслаждаться заслуженной пенсией, умудрялась лично стоять за стойкой администратора и предлагать клиентам услуги ночных бабочек. И они пользовались спросом. С каждого заказа она получала от 15 до 25 тысяч тенге. Коммерческим сексом занимались трое казахстанок и еще шесть гражданок Узбекистана. Всех их уже поставили на учет, а сутенерша отделалась двумя с половиной годами ограничения свободы. К концу этой недели у меня все, Вероника. Маша, спасибо, я продолжу выпуск. События, комментарии, анализ, прогнозы героя и антигероя уходящей недели. Команда программы «Аналитика» готовит к эфиру очередной выпуск. Все подробности в это воскресенье в 20.00. На этой неделе в программе «Аналитика». Пройдите на место. Судебный процесс, который стал символом закона по ужесточению ответственности за семейно-бытовое насилие, проходит все эмоциональнее. Вы знаете, это судебное заседание. Это не выяснение обстоятельств, не отношений, кто как делает. Где это возможно, пострадавшим выдают жилье, либо определяют места для новостроек. Где этого требует ситуация, продолжается борьба и подготовка к большой воде. Такого потопа не было никогда. Дорожная революция назревает в Казахстане. Для двухколесных участников движения, которые долго были в тени, переписывают закон. Камера его не фиксирует, у него нет номера. И чихать ему на все это. Смотрите в это воскресенье в 20.00. Вы смотрите Главные новости и мы продолжаем. Президенты Казахстана и Кыргызстана подписали ряд важных документов. Касамжумар Токаев и Садыр Жапаров провели в Астане переговоры, итогом которых стал договор о сотрудничестве в политической, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Отдельно Токаев отметил важность договора об углублении и расширении союзнических отношений между странами, подчеркнув, что между нами не должно быть нерешенных вопросов. Особое внимание он уделил укреплению торгово-экономических связей. Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном необходимо увеличить до 2 миллиардов долларов. Садыр Жапаров поблагодарил за гостеприимство и выразил уверенность, что встреча выведет союзническое и стратегическое партнерство между нашими странами на качественно новый уровень. В знак особого уважения и искренней благодарности Касамжумар Токаев наградил лидера Кыргызстана орденом до стык первой степени. Также сегодня в Астане был открыт памятник знаменитому Манасу. К другим темам. В городе Саране школьники подключились к общереспубликанской акции «Таза Казахстан». Они взялись за преображение местного сквера. Юлия Волкова узнала, что придумали дети и как они будут воплощать свою задумку. Школьники Саране в честь 70-летия города и акции «Таза Казахстан» предложили ноу-хау преобразовать обычный серый сквер в аллею образования. Акимату инициатива понравилась и сейчас здесь высаживают деревья и убирают территорию. По моему мнению, субботники устраивают не для кого-то, а для себя, для своего города, чтобы очистить его, чтобы жить в комфорте. На днях установят красивые скамейки и разные архитектурные композиции, но это будут не просто красивые фигурки. Будут расположены киоски, на которых будут расположены QR-коды с электронными книгами, где любой прохожий или же ученик может прочитать электронную книгу. Отличный проект нашего города, который улучшит мотивацию детей обучаться, повысит образованность нашего города. А образованные люди и мусорить не станут уверены школьники. На аллее еще будет букросинг. Горожане смогут взять прочесть бумажную книгу или оставить свою для других. Но и это не все. Сами дети уже пятый год за осень и зиму выращивают в школьном дендросаду растения для города. Выращиваем березу, ольху, дубы из желудей выращиваем и хвойные растения, ну конкретно лиственница и ель. Какой процент приживаемости? 98 процентов. Вот снегом сломало несколько саженцев, так в принципе 98 процентов. В год мы выращиваем 5000 петуний, 2000 бахатцев. А студенты решили привести в порядок детские площадки. Покрасили за несколько часов качели и лавочки во дворах. Чистим дворы, площадки, ну чтобы детям было приятно провести время летом. Студенты и сотрудники инспекции рыбного хозяйства провели акцию чистые водоемы. Часть команды сразу уплыла на лодке проверять Федоровское водохранилище. Сети это браконьерские, я вам скажу. Браконьеры они ставят и потом они не выбирают. Эти сети длительное время разлагаются на дне водоема и наносят вред рыбным ресурсам и другим водным животным. Причем очищают не только сам водоем от сетей, но и береговую линию от мусора. Вот мы видим, что он свежий, значит все это успели насорить за первые наши весенние теплые деньки марта-апреля. Здесь было очень много мусора. В основном здесь было много пластика, ну там баклажки и пакеты разные. Наверное здесь люди устраивают разные пикники. Чистота дома и города зависит от каждого человека. Надо просто начать с себя. Юлия Волкова, Иркиул Антой Болдин, Первый канал Евразия. Сразу в нескольких городах Казахстана прошли конференции для педиатров, терапевтов и врачей общей практики о новой водорастворимой мицеллированной форме витамина D. Медикам рассказали о новых возможностях в лечении дефицита витамина D у детей и взрослых и преимуществах применения именно препарата третьего поколения. Рыбий жир, масляный водный раствор или водный раствор мицелл. Лекарственные формы и витамина D пережили эволюцию. Интерес к нему растет. Витамин D в составе водного раствора мицелл весьма эффективен для коррекции гиповитаминоза D. Он быстро усваивается организмом. Задача перед нами, фармакологами и фармацевтами, стоит в чем? Чтобы создать лекарственные препараты, имеющие высокую биодоступность, чтобы доставить витамин D3 в плазму крови. И он начал свою жизнь в организме. Потом нашел, перебрал и нашел свои мишени действия. Современная фармакотерапиана, таргетная по своей природе. Что ищет витамин D3 в своей мишени? Рецепторы витамина D. Когда мы говорим о дефиците витамина D, то еще сто лет назад определили, что этот витамин играет большую роль в развитии и росте ребенка. Именно в фосфорно-кальциевом обмене, чтобы наши кости были крепкие, мышцы были упругие, а кожа была эластичная. Но в последнее время появилось очень много сведений, что витамин D влияет на жизненно важные процессы, в том числе на нервную систему, эндокринную, иммунитет и другие. Мицеллярный раствор в виде капель – это хорошо изученная форма, принимаемая с целью профилактики, лечения рахита и дефицита витамина D у детей. Одним из отечественных производителей таких препаратов в Казахстане является компания «Санта». Жанар Канафина, Даулет Кушеев, Алматы, Первый канал, Евразия. На Первом канале Евразия продолжается уникальная телевизионная игра «Телебум». Каждую неделю, каждый месяц и каждые полгода будут разыгрываться ценные призы. А в конце сезона к наурызу супер-призы – автомобиль и квартира в Алматы. Все, что нужно, это смотреть наши программы и следить, когда появятся цифры на экране. Это может случиться в любой момент в течение дня. Код нужно отправить в Телеграм-бот в течение трех минут. Засчитываются ответы первой сотни отправителей. Не забудьте предварительно зарегистрироваться. Имена победителей и обладателей промежуточных призов станут известны уже в следующий понедельник в эфире программы «Доброе утро, Казахстан». Квартира, машина – все реально. Смотрите Первый канал Евразия и играйте в «Телебум». Все подробности на сайте 1tv.kz. Сразу после прогноза погоды вас ждет программа «Парламент онлайн» с Эльбеком Рзабаевым. Не пропустите. А далее капитал-шоу «Поле чудес» не переключайте. Это были главные новости на Первом канале Евразия. Хороших выходных. До свидания. В Караганде солнечно, 20 градусов выше нуля. В Жасказгане воздух прогреется до плюс 27, ясно. В Павлодаре безоблачная погода плюс 18. В Кукшетау осадков ждать не стоит. Плюс 23. В Петропавловске 24 градуса выше нуля. Ясно. В Кустанае солнечно. Термометры покажут плюс 25. В Октубе воздух прогреется до плюс 28, ясно. В Уральске переменная облачность плюс 28. В Атарау 32 градуса со знаком плюс ясно. В Октаву солнечно. Термометры покажут плюс 27. В Казаларде 31 градус выше нуля. Ясно. В Туркестане малооблачно плюс 28. В Шемкенте ясно плюс 25. В Таразии переменная облачность. 23 градуса тепла. В Талдукургане солнечно. Термометры покажут плюс 24. В Кунаеве 26 градусов выше нуля. Ясно. В Семее плюс 17. Преимущественно ясно. В Усть-Каменогорске безоблачная погода. Плюс 19. В Алматы солнечно. Воздух прогреется до плюс 23. В Астане 22 градуса тепла. Ясно. В Астане 22 градуса тепла. 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 Продолжение следует...